Перед началом этого видео, прошу заглянуть на канал Фрус Лайта, который пилит в принципе качественный контент по копсу. Разные фрагмовики, обзоры обновлений, ну и интересные видео, где он играет в прятки за деньги. Забыл сказать, что у него есть мечта, набить 2000 подписчиков, давайте ему поможем. Я подписался на него, террит твоя очередь. Ссылку на него я оставлю в описании. Всем огромный привет, с вами, как всегда, Иван Майлд, и в этом видео, да-да-да, это уже второе видео, которое я выкладываю на свой канал именно в один и тот же день. Короче, как только я выпустил, получается, видео о том, что будет в критикал пассе, и тут же он выходит. Как же я люблю разработчиков, это очень топово. И слава богу, что боевой пропуск вышел намного раньше. Здесь, кстати, смотри, чекайте, забрать, и мне дают за дубликат 50 халявных синих кредитов, это реально клёво. Короче, прикол в чём, выкладываю второй ролик, и теперь смотрите, сколько здесь, блять, мест. 60 ячеек, это капец, но какие здесь скины, это просто обосраться. Сколько прокачивать этот пасс нужно, я не знаю, я без понятия. Короче, ребята, критикал пасс очень большой, и нам за него дают только 50 дней, и слава богу, что хотя бы так. Итак, смотрим, здесь у нас такой маленький смайдель, даже напоминает чём-то Мармока. Здесь у нас эмблема волка, какой-то, как такие мечи называются, то ли 9, просто 9, типа. Какой-то говно-скин, серьёзно, говно-скин сюда засунуть, урать, серьёзно, мать. Тем более на 15-е место, но вы чё, разработчики? Всякие, не знаю, дебильные эти эмблемы мне не понравились, какие-то вот эти вот. Ну ладно, вот с этим, с рук, даже здесь рук просто написано не по-русски, ну окей, ладно, срать. Каждому своё, вот этот с черепом прикольный, и вот этот вот ещё прикольный с контртеррористом, реально, то не оператив, типа, ааа, типа рисованный такой. Ну и такие жёлтые, типа золотые, и то пролагивает даже, прикольно чё. С бананчиком есть, ааа, опа-на, ручка, ок-хэнд, походу отсылка на ток-ту-хэнде. И ещё террорист у нас есть такой, с ракетой. Ну чё за говно скины, ну реально, вы чё, серьёзно, зачем заполнять этим дополнительные места, а не 12 тысяч, это не так уж и много. Я точно не помню, сколько тогда было. Вроде было 30 тысяч, ты, короче, набираешь опыта, и тебе дают сразу же ячейку, ну на высоких левелах, то есть где-то здесь вот. Но походу здесь изменили баланс. Вот это, вот это уже ТРЖ получше, и то, которое не отображается. А, вот ТРЖ отображается. ТРЖ, кстати, мне понравилось, он, знаете, такое, типа, Сильвера напоминает, в какой-то степени. Вот такой вот котик, это чисто сразу же моему другу, элитному коту, чисто. А вот теперь начинается всё самое интересное. Это первый скин Вектора, просто там ещё дохеричи скинов с Вектором, вот такой вот, красивенький, в принципе, Суши называется. Ещё одна эмблема, такой же скин, как и на ТРЖ, он у нас называется Инверс, всё понятно. Так, ой, это чисто я, это я, пират Джоли Рогер. Люблю скачивать игры бесплатно, не хочу платить. Так, что-то у нас МТХ, сигнал, вот эти топовые МТХы. Я очень люблю играть с МТХами, поэтому вот реально я куплю этот Крис Колпас, хотя в какой-то степени он бесполезный, но, понимаете, я хочу вот каждый Крис Колпас покупать. Так что вот такая вот херня и получается. Дальше у нас идёт Эшка 417, тоже, в принципе, красивый скин, но у меня есть получше, у меня вроде этот Фаера есть, или как он называется. Петух, такой же Алерт, который был ещё в позапрошлом сезоне, или в прошлом, я уже не помню. Здесь у нас ещё один вектор, на этот раз уже походу новогодний, а нет, в честь какой-то пиццерии, понятно всё? Всё понятно с вами. И самое главное, самое главное, что мне понравилось, это вот такой вот скин, который называется Good Fortune. И вот, красивый, а нет, а, это два разных скина, я думал, это тоже Good Fortune. Короче, самое главное, что это топор, он такой золотой, ребята, он топовый. Это просто капец. Я в шоке с этого. Короче, ребята, это был обзор элитного пропуска, буду его покупать. Разумеется, буду, в какой-то степени, потом задоначу, потому что у меня сейчас денег нет при себе. И, в принципе, буду уже, попрошу, наверное, свою подругу, чтобы она качала, потому что у меня само постоянно дела. То есть, сами понимаете, учёба. Ещё мне, к тому же, помимо Крит Копса, другая игра есть. Поэтому такая чернее происходит. На этом всё. В этом видео, в принципе, я показал все вот эти скины. Если что, обязательно напишите в комментариях, будете вы покупать боевой пропуск или нет. На этом всё. Всем желаю удачи и всем пока-пока.